Салам алейкум, друзья! На связи с вами, как всегда, Тимур, иммигрант. Канал, все, что связан с иммигрантами, с работой, с перелетами, с разрешениями. В общем, все для иммигрантов. И в этом выпуске я вам хочу показать видео-отзыв ребят, которые прилетели ко мне с Узбекистана. Прилетели месяца 4 назад, я их встретил, устроил на работу, сделали документы. И они расскажут, как они вообще себя чувствуют в России, как для них, как им вообще работа, нравится, не нравится, сколько они зарабатывают. И как раз ответят на самые часто задаваемые вопросы, которые прилетают мне в Ютубе, в комментариях, в Ватсапе, в Телеграме. В общем, смотрите этот выпуск до конца, будет интересно. Оставляйте ваши комментарии заранее, подписывайтесь и ставьте колокольчик, потому что сейчас выпуску будет гораздо больше. И буду я показывать обзоры не только склада. Я буду ездить по стране, показывать стройки, показывать какие-то другие виды деятельности, которые вы можете также устроиться на работу. Сразу понимая о том, сколько вы можете заработать, сразу понимая о том, что вам для этого понадобится, какие навыки вам для этого понадобятся. В общем, подписывайтесь. Подписывайся. Давай. Приехал я сейчас в общагу к ребятам. Пойдемте покажу, как они живут и познакомлю вас. Ребята стеснительные. Очень переживает. Как декабрь отработает? Декабря много было? Декабря-то полно вообще. Много было. Забрали там? Смена-то у меня ничего не изменилась. Скоро, что у меня смена 23 дня в месяц. 23 дня? Да. Не самая большая, оказывается, смена. Ну, допку не поставили, не может поставить вообще. У меня же не 15 дней. А другие уже поставили допку, а у меня нет. Без допки у меня уже достаточно рабочих дней. У тебя сколько росло? 15. А, у тебя из-за ноги, да, это? Ну, сколько выходит при 15 рабочих днях? 35-40. Ну, в прошлый раз 50 или 2. Некабрь. Нормально. Ну, нормально же, типа, полтинья. Да, 40 можно. Да, главное. Сколько поддонов в день надо собрать? Больше 15. Больше 15. Ну, сейчас-то поменьше стало работы после Нового года. Сейчас успеешь, вот, да. Ну, 10 поддонов или 5, все. А вот этот работ нет. Это только в ночь-то, в день-то это чуть нормально? Да. Ну, блин, в день-то работаем, да? Ночи столько остается, он ночью делает. Да, сейчас пропуск. Попускает ночь. Ну, кто хочет, давай. Потому что, короче, этого рахлеет не хватает. Без рахлеет работают, нет смысла вообще. Рахлеет не хватает, вот люди не набирают. Ну, смена уходит, 15-57 было. Это Артем набирает или другие подрядчики набирают? Ну, там менеджер много. Потому что с Артемом я разговаривал, Артем говорит, что никого пока не набирает еще. Да. В марте начнут набирать. Федеральный, март. Сейчас уже пол. Сейчас мы можем. У меня с Москвы тоже очень много ребят, говорит, в Москве хотим устроиться. В Москве тоже все вакансии, все закрыто. Кого набрали, все. Ну, зимой-то, блин, так, неужели там надо устраиваться на другие работы, наверное, чтобы работать в тепленькие места, на склад, например, вот такие. Ну, стройки работают тяжелые. Многие шабашники еще на склад тоже устраиваются зимой работать. А весной они начнут все на стройке, уходят опять. Ну, да. Ну, сколько сейчас в России уже здесь? Три-четыре месяца. Пять. Пять уже? Пять уже. Пошеленько. Тепло было, мы все еще, да? Ну, да. Ну, да. Квартир не думаете снимать? Ну, нам надо вот, если квартира уходим, да, надо платить заранно подать. Да. Надо трех месяцев делать, да, чтобы это вот. Надо трех месяцев платить, надо платить патентам. Ну, платить и регистрацию запрессить опять. Что белик много идет. Расходов много, да. А здесь что, вон, холодильник есть, телевизор повесил, и все, дом, квартиру. Ну, да, вот так сделаю, вот, это вот, заседья. Ну, постели, каждую неделю меняй. Сами. Честно, я бы, да. Живание надо. Ну, вообще-то надо. Ну, да. У тебя сколько условий вышло? Где декабря? Декабря? Да. 65. 65, да? Да. Ну, ты уже все приноровился, нормально. Ну, да. 65, почти 1000 долларов, да? Да. Здесь вот 6 тысяч за этот контакт. Да? Каждому. Каждому пошлить? Конечно. 12 тысяч. Ну, блядь, все равно квартиру не найдешь. Квартира 15 тысяч плюс коммуналка. Вот здесь за 15 тысяч квартир были. У меня братишки снимали. Ну. В этих домах где-то. Короче. А, в этом. Были, короче. Где вы первые дни останавливаете? Помнишь? У киргизов? Да, да. Там братишки сняли в этом же доме на третьем этаже квартиру за 15 тысяч, блядь, одушку. Страшная была, пиздец. Ну, у них выходило где-то 18. Да, у них тоже 18 было, наверное, да? С коммуналка, да. Ну, 16. 16? Вахта отсюда же, да, так же ходит? Я в Газки. В Газки. Сколько по времени идет вахта? То есть, вот 20 минут, где-то. 20 минут ей, да. А, туда? Да, 15-20 минут. Нормально. У тебя сейчас получается как смена? День, ночь? День, день, ночь. А, день, день, ночь. И один выходной. Выходной, вот, вот сегодня выходной. Я же пришел вот, да? Отсыпной только. Отсыпной. Поближе обеда, короче, я пришел. Сегодня отдыхаю, завтра уже начинается еще день, день. Да, да. Вот у меня входной, все. А у тебя по-другому немножко? Да, у меня день, отсыпной. День, ночь, а день, отсыпной. А, день, ночь, день, отсыпной. Ну, день, ночь, день, отсыпной. Ну, просто там бегаешь в 12 часов. Да, вот, нагрузки легкие и, блядь. Только за ногах вообще-то. Ну, хоть есть и урок электрический, это помогает. Ну, с 12 часов. Так можно, там, сутка можно. А есть, если мы... А есть ребят, которые сутками работают? Да, есть. Тридцать смен. Тридцать смен? Ну, не уходишь. Тридцать смен. И сколько это? День, сутка, выходной. День, сутка, выходной. Ну, и больше 100? Больше 100? 150 где-то. Да ладно, конечно. Здесь готовят, да? Это у соседей, короче. Да, плиты, конечно, не моются здесь, да? Не моются. Моются? Можются, да. Можешься, не моются. Слушай, какой день? Полетели как-то? Да. Здесь курите, да? Ну, вот, крепились, вот, все здесь. Доковки не работают, да? Работают. Конечно. Без жопы, как мы будем. Без доковки. А стираетесь как? Внизу стирает машина. И стирает машина есть. Да, по оплате. А ладно, ничего. 6 килограмм все, все вещи у нас там по месяцу за 100 рублей. Ладно. Души нет? А, ну, тут надо повесить занавеску еще сюда, и вообще будет огонь. Салам алейкум. Готовы? Да. В этой обороне. Что, сделали вчера плохо? Хорошо, ван. Готовы, у нас встал. Вы сегодня, получается, день, да? До скоти будете работать? До 9. До 9. И дом будете в 10, да, только? Да. В 10. Здесь. Угу. Вообще, вот, то, что, когда вы жили в Узбекистане и смотрели вот мой выпуск, совпали ожидания с реальностью? Нет. Не совпали? Нет. Там премии сейчас нет. А? Премии нет. Не задавали вопросы к Артему? Нет. Давай сейчас сегодня зададим вопросы. Почему нет премии? А ведомость смотрели? Нет. Или так понятно? Так понятно. Ну, я задавал, короче. Он что? А Артем? Он говорит, что так, кто кого-то съел, это, это, блин, что-то, блин, непонятное дело, он проявляет, что-то, блин, я говорю, что такое, что-то, блин, ага. Сейчас зададим этот вопрос в непорядок. Не жалеете вообще то, что приехали? Нет. Нет, конечно. А вот в среднем, Усман, сколько получается зарплата в месяц у тебя? В среднем. В среднем, да, но вот за вот эти пять месяцев. В среднем? 50. 50 с вами. Получается, у нас расходы идут, это жилье 6 тысяч, патент, патент сколько ты больше? Ну, грубо говоря, 5 тысяч. Каждый месяц? Да, да. Каждый месяц 5 тысяч. Охренеть. Палат 4, ну, 30, 62. Повысили, да? Да, получается. Получается у нас 11 уже расход. Ну, и на еду. Тысяч 5, наверное, да, так же? Общая. Десятка. Десятка? Ну, двадцатка. Двадцатка получается. Треть с чистыми остается. А там обеды, то, что дают, бесплатные, нормально хоть? Если можно. Да, нормально. Я смотрю, с собой ничего не берете, да? Только на этом. Вера 2, да. Вера 2, нормально, ты сытный. Ну, нормально, я чувствую себя. А по задержкам, нет задержек? Нет. Задержек? Нет, почти нет. А вас сколько хочешь. Сколько хочешь? Да. Это только тебе, мне кажется, сколько хочешь. Не знаю. Я считаю 22-22 миллиметра. Потому что, насколько я знаю, не всем так сразу сколько хочешь дают аванс. Логистический центр БИГ ТАО. Вообще, смотрите, я созвонился с Артемом по ходу премии. Вот он сейчас заболел, оказывается, короной заболел. Не будет его. Усман, Усман, у тебя премия есть. Есть? У тебя премия есть, да. У него есть зарплатная ведомость. В следующий раз, когда он придет, ты у него спроси просто зарплатную ведомость свою. И он тебе прям всю раскладку тебе даст. Какая премия, сколько премий, вообще, что за что ты получаешь полностью. Руслана говорит, очень много прогулов. Ну, не то, что, он не так сказал, что много прогулов. Бывают прогулы, и штрафы, говорит, и поэтому он ее не чувствует. Ну, и переработок, в принципе, нет у тебя. Вот. Поэтому ты ее не чувствуешь просто. Тупо не чувствуешь эту премию. А они есть премии эти. Вы когда получаете деньги, вы ведомость-то смотрите хоть? Нет. Вы что, смотрите ведомость? Сведомость-то будет, но там же я не видел просто. Ну, ладно. Задай в следующий раз вопросы. Да, ладно. Задай. Дяди у нас здесь стоят. А грузчиков хватает, нет вообще здесь? Так. Грузчиков хватает? Что другое? Ну, вид я имею в виду. Вид, да, да, здесь. Там лес, считай. Ну, вот самое главное, то, что там внутри чисто и тепло, блядь. Конечно. Три раза убирает. Три раза убирает? Да. А зарплата у вас два раза же в месяц, да, получается? Два раза в месяц зарплата? Ну, вроде того. 25-го будет это? А вам же. А вам же зарплата? А у нас тоже зарплата. Нормально. Вы на этой же вахте приезжаете? Да, да, конечно. За меня, что ли? Да. А кто чемпион у вас по зарплате? Здесь много. Ну, как там? По зарплате? Да. Кто больше всех зарабатывает? Кто больше всех зарабатывает? Кто больше собирает? Да, я понял. Сколько максимальная зарплата вот при тебе была? У кого? У меня? Не-не, а у ребят? Да, у 90-то, наверное. У ребят? 150 даже, наверное. 150? Да, да. 140. Киберги, блядь. Да, 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 да. Темп не изменяет. Утром начинали вот так, вот так делают. 145 тысяч, нормально. Что они, пьют-пьют, наверное, не знаю. Адреналин? Наш короткий выпуск подходит к концу. Если мы сделаем выводы по поводу работы на складе, да, вот ребята прилетели у нас 5 месяцев назад. Я их встретил, поселил, устроил на работу, сделали документы. Работают уже 5 месяцев, да. Зарабатывают в среднем 50 тысяч. Кому интересно, пишите в комментариях. Пишите мне в WhatsApp и в Telegram. В ближайшее время открываются у нас новые вакансии по Казани, по Москве, потому что сейчас январь, месяц, февраль. Работы мало, поэтому новых сотрудников не набираем. Также пишите, какие профессии вам будут интересны, потому что я буду делать обзоры на различные профессии. Буду показывать вам, сколько люди зарабатывают именно с СНГ, какие документы им требуются. Все, что вам интересно, пишите. Будем делать контент специально для вас, чтобы вам было проще приехать в Россию и было понимание, сколько вы можете зарабатывать. До скорых встреч!